Я не знаю, по какой милости, но Господь иногда, Он просто посещает. Я не знаю, почему. Я не знаю, как. Не могу это понять. Я не знаю, почему. Но Дух Святой, я верю, что Он знает. Знаете, можно слайд, пожалуйста, который я приготовил? Первый слайд. Я хочу прочитать вам, друзья. Есть такое понятие, кто из вас слышал? Кто знает, что означает слово преамбула? Кто-то слышал преамбула? Кто знает, что это такое? Предисловие. Начало. То есть, то короткая мысль, вступление к тому, о чем мы говорим, которое содержит в себе содержание, несет в себе содержание всего. Я хочу прочитать вам одни очень правильные, наверное, фразы и слова. Послушайте их очень внимательно от сердца. Это наша привилегия и честь, что мы можем молиться. Это и наша обязанность. Мы должны молиться. Если мы пренебрегаем молитвой, то согрешаем. Это должно быть нашим постоянным занятием. Мы обязаны всегда молиться. Это то, что мы должны делать по уставу каждого дня. Мы должны молиться и никогда не ослабевать в молитвах. Не оставлять их до тех пор, пока они не обратятся в вечную хвалу. Возможно, для кого-то эти слова кажутся такие, знаете, пафосные, ну, чересчур прямо такие, знаете, о, у меня не так. Или, а у кого так бывает? Послушайте, я не знаю, как у вас, и не знаю, у кого бывает так. Но я знаю, друзья, что эти слова, они несут в себе градус или температуру, если хотите. Они несут в себе атмосферу, они несут в себе природу неба. Это то, что по-настоящему Бог предназначил. В этом году мы говорим о Божьем присутствии. Мы говорим о присутствии Бога. И вот эти следующие два месяца, июнь, июль, мы будем говорить о Божьем присутствии в молитве. Божье присутствие в молитве. Знаете, я думаю, что нам необходимо переосмыслить само понятие молитвы. Мы изучаем базы и основу молитвы, мы изучаем в библейской школе. Пастор Светлана, потрясающие уроки, потрясающее учение, потрясающая вот глубина откровения о самой молитве. Но я бы хотел, чтобы мы, для нас молитва, она не была чем-то, знаете, такое вот какое-то упражнение, которое мы делаем, но мы не хотим его делать. Ну, просто мы не хотим его делать, но мы его делаем, потому что надо, потому что так нужно. Знаете, я бы даже, наверное, не сравнил, если у нас один очень потрясающий, ну, классный украинец, Александр Усик, и я вот как-то смотрел его интервью, где он рассказывал о тренировках. Он говорит, послушайте, я неодаренный человек, но я точно знаю, что в пять утра, я, наверное, один из немногих, кто просыпается там в четыре или в пять утра, даже если на улице дождь, я сажусь на велосипед или одеваю кроссовки, выхожу на улицу на беговую дорожку, он говорит, иногда, когда я еду, холодная вода ледяная по моей спине стекает вниз, до самого низа, мне холодно, я дрожу, но я продолжаю это делать. И за дня в день, говорит, как бы я себя не чувствовал. Он говорит, в этом секрет моей победы. И, знаете, я знаю, что для некоторых людей молитва, для верующих, молитва, она примерно так и выглядит. Каждый день мы боремся и так далее, и так далее. И это неплохо, это прекрасно. Но я хочу вам сказать, я верю, что молитва, которая наполнена Божьим присутствием, или которая происходит в Божьем присутствии, она также может быть и увлекательна. Точнее, скажу так, она может быть настолько же увлекательна, насколько может быть увлекательным все в этой жизни, самое прекрасное. Вот все, что может нас вдохновлять. Именно об этом мне хотелось бы сегодня говорить. Но все равно, я еще раз прочитаю, я хочу, чтобы мы с вами для себя где-то отложить этот слайд, можно сбросить в чат, чтобы был. Еще раз хочу прочесть. Это наша привилегия и честь, что мы можем молиться. Привилегия и честь. Честь, друзья, и привилегия, это означает быть выбранным. Это означает, что тебе доверено. Это означает, что ты один из множества, но который единственный выбранный. Понимаете? Когда Бог говорит нам о том, что посмотрите, кто вы избранные. Мы часто, мы лишаем веса или смысла, это слово избранные. Я хочу сегодня сказать, вы избранные, каждый из нас, мы с вами, мы избранные. Не потому, что мы лучше, не потому, что мы классные, не потому, что, а потому, что он так предназначил. Я не знаю почему. Я не знаю за что, я не знаю, но я избранный. И мне стоит видеть так себя. И в этом избрании, друзья, у меня есть привилегия и честь в чем? Молиться. Это и наша обязанность. Мы должны молиться. Если мы пренебрегаем молитвой, то мы даже согрешаем. О, я знаю, сегодня для большинства людей, что же это за грех? Это там вот это может быть грех. Но я хочу вам сказать, в Библии написано, кому много доверено, с того много спросится. Что больше спросу с того, кому доверено больше. И если мы понимаем сегодня избранность и привилегию находиться или быть избранными Богом, я хочу вам сказать, друзья, для такого человека, который понимает, то молитва это есть и обязанность. Это есть и ответственность. Знаете, я знаю множество матерей, которые иногда, иногда они устают. Ну, давайте будем честными. Иногда мама устает от своих детей. Это нормально. Но, если во всей своей усталости она когда-нибудь забудет о привилегии и чести нести ответственность материнства, друзья, то это проблема. Она перестает быть матерью в этот момент, правда? Устают ли мамы? Мамы, устаете от детей своих? Да устаете, это нормально. Если бы мама не уставала, друзья, то я бы, наверное, сказал, что-то не так. Они устают. Но в этой усталости вы никогда не забывайте об этой привилегии и обязанности. Точно так же я хочу сегодня сказать, обращаясь и к мамам, и к папам, и к мужчинам, и к женщинам, и к братьям, и сестрам. Хочу вам сказать, это наша обязанность. Мы должны молиться. И если мы пренебрегаем, друзья, то это согрешение. Это должно стать нашим постоянным занятием. Мы обязаны всегда молиться. Это то, что мы должны делать по уставу каждого дня. Что означает устав каждого дня? Это означает, что как бы ты не чувствовал вчера себя, сегодня есть новое задание, новая ответственность. И оно никак не связано с предыдущей. Оно связано с сегодняшним днем. Так вот, в каждом дне Бог прописывает верующим, что должно делать? Молиться. Говорит, должно вам молиться. Мы должны молиться и никогда не ослабевать в молитвах. Не оставлять их до тех пор, пока они не обратятся в вечную хвалу. Знаете, да, когда это происходит? Это, друзья, не скоро уже. Помните, как осел в этом Шреке? Говорит, а когда уже? А скоро мы доедем? А скоро мы доедем? И иногда напоминает эта картинка нас, верующих. Господи, так а скоро уже? Так а скоро уже? Он же говорит, да, 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 ну, что там он ему сделал? Морковку, да? Он говорит, успокойся. Евангелие от Луки, 18 глава. Я сегодня хочу, друзья, проповедую о молитве, проповедовать на такую тему. На мой взгляд, это очень актуальная даже тема сегодня. Как молиться и никогда не унывать? Как молиться и никогда не унывать? Никогда не унывать. Вы знаете, сразу хочу вам сказать, ну, обычно, знаете, к концу тянут. Я вначале раскрою интригу. Для многих верующих ответ на молитву является автоматической мотивацией для продолжения молитвы. Кто согласится с этим? То есть положительный ответ на твою молитву является мотивацией для продолжения активной молитвы. Замечали это или нет? Я хочу вам сказать, друзья, это неправильно. Сразу раскрою, это неправильно, так не работает. Потому что если оно работает так, то мы самые демотивированные люди. Смотрите, я задам вам вопрос. В вашей жизни в большей степени происходит то, чего вы хотите или то, чего вы не ожидаете как раз? Ну, в реальности. То, чего мы не ожидаем. Ну, к сожалению, это реальность, но она такая. Тогда мы самые демотивированные люди. Тогда нам нужно искать все время какую-то мотивацию. Но Бог, смотрите, Бог в своем слове. Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. Почему я могу сказать, что это неправильно? Почему я имею такую смелость и дерзновение заявить, что это неправильно? Хотя я уверен, что кто-то из вас, возможно, думает сейчас, нет, ну пастор, ну это должно быть так. Смотрите, читаем. Сказал же им притчу, это о Христе. О том, что должно всегда молиться и что? Не унывать. То есть, Христос имеет этот план. Кто из вас когда-нибудь молился, но так и не получил? Долго уже, возможно, не получаете пока ответ на ваши молитвы. Это вас мотивирует отсутствие ответа к продолжению молитвы? Или скорее демотивирует? Ну, реально, давайте. Ну, что, вы знаете, как вы эти как... Правильный ответ это белочка. Ну, прям, ну все. Ну, конечно, не знаю, как вас. Меня это демотивирует. Меня очень демотивирует, когда я не получаю обещанного или ожидаемого и так далее. Ну, если я не получаю, мне тяжело. Но Иисус говорит, Он говорит, вам должно всегда молиться и не унывать. Конечно, я хочу сразу сказать, я уверен абсолютно, что, вы знаете, дальше, кто читал Библию или будет потом читать, вы знаете, что дальше там идет история о неправедном суде и вдове. Знаете, да? Которую Бог проводит параллель. И это история увлекательная. Но я сегодня хочу вас акцентировать ваше внимание на чем? Вы понимаете, что вот этот стих, за которым следует вот та увлекательная история, в этом стихе содержится причина, по которой Иисус рассказывает ту притчу. Понимаете или нет? То есть, грубо говоря, в этом стихе Иисус указал причину, которую Он пытается с помощью притчи пояснить, чтобы людям стало, чтобы они это усвоили, чтобы у них это получилось, чтобы у них было нормально. Что Он хочет, чего Он хочет добиться. Иисус хочет добиться, чтобы те, которые следуют за Ним, они всегда молились, но при этом не унывали. Правда же? Так вот, я хочу вам сказать сегодня, как молиться и никогда не унывать, это сегодняшняя тема проповеди. Скажите, пожалуйста, сегодня в мире, который окружает нас, вот сегодняшний день, 10 сегодня, да? 10 июля 2023 года. Сегодня больше мотивирующих факторов или все-таки демотивирующих факторов? Ну, окружайте меня, друзья, но мы не, я не знаю, как мы живем. Мы с женой, вот на днях мне жена говорит, слушай, мы родились, говорит, большинство из нас сегодня присутствующих, мы знаем, что такое развал Союза. То есть, когда вообще все разваливается. Мы знаем, мы пережили 90-е годы, когда ты вообще не понимал, дойдешь ты до дома вечером или не дойдешь. Кто-то помоложе, вообще не понимаете. У нас, я помню этот момент, мне было лет там сколько, 10-12 может быть. Знаете, все эти истории, кто помнит, я жил на Левобережной вначале, а потом на Воскресенку. Вот если во Бережке едешь на Воскресенку, через Дарницу, так мы боялись выходить на Парке Победы. Потому что нам расскажут, что на Дарнице ходят с палками и там лупят. Просто потому, что ты не с того района. Кто застал это время, не застали? Ну, просто кому-то было, я был другой, а кто-то с палкой, да, ходил, видать. Кто-то, я знаю, вот у меня друг там из Кривого Рога, я помню, он приходит, я говорю, Руслан, как? А он мне показывает, у него все ноги тут в дырках. Он говорит, у нас там такое было, там бегуны называли их. Говорит, и постоянно стреляли друг в друга, за что? Непонятно. Говорит, просто такой, знаете, тестостерон бьет в голову, и они стреляют друг в друга. Мы пережили это время, мы пережили многие сложные времена, но на самом деле мы пережили уже. И сегодня время, друзья, опять нелегкое. Я уже сижу и думаю, господи, за что же ты нас так вот... Почему мы? Ну, почему мы? Ну, почему чуть-чуть раньше или потом? Давай как-нибудь. А потом я смотрю на своего ребенка, на младшего, я вообще, вы знаете, у меня Артуру пять с половиной лет, что он видел в своей жизни? Карантин и война. У того вообще еще радости не было. Вы понимаете? Не, ну реально, у ребенка вообще еще радости не было. Он вообще не знает, что это такое. Смотрите, два года войны и три года карантина. Ему пять лет. А я что-то жалуюсь, да, о своей. Но смотрите, Иисус, тем не менее, говорит, должно всегда молиться и не унывать. И вот хотелось бы сегодня поговорить, но давайте прочтем одно место из Писания. Интересное. Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 стих. Очень, кстати, такой интересный стих. Я знаю, что кто-то сейчас подумает, думает, что... Ничего не имею в виду, просто давайте разберем его. Матфея 6, 5. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. И истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Сразу хочу вам сказать две вещи. Первое. Я не пытаюсь сегодня объявлять революцию или крестовый поход против религиозников, фарисеев, книжников. И более. Я рекомендую вам, пожалуйста, потому что я знаю, у некоторых людей начинают... Это религия, это... Послушайте. Религия это то... Точнее, не так скажу. Религия это вы, которые начинаете говорить о других религиозниках. Потому что вы их не любите. Вы религиозник. Как только вы начинаете видеть религию где-то, вы религиозник. Запомните. Все. Точка. Вы религиозник. Самый большой. Я не об этом сегодня хочу говорить. Я о нас хочу говорить. Вы поняли? О нас с вами. Итак, в чем смысл здесь, друзья? Я хочу, чтобы мы увидели в этих стихах три фактора или три факта о молитве, которые нам необходимо уяснить всей своей жизнью. Нам нужно уяснить. Этот стих, друзья, не о ком-то. Он не о фарисеях и книжниках. Этот стих о нас с вами. О нас с вами. И только о нас с вами. О чем здесь этот стих? Если вы внимательно посмотрите, друзья, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, люди, которые вот тут вот молятся, как вы думаете, они успешны в своей молитве или нет? Из этого стиха. Не слышу. Нет. Но это же очевидно. Смотрите. Он говорит, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Получают ли эти люди награду от Бога? Нет. Мы же молимся, чтобы получить от Бога. Правда? Смотрите. Когда мы молимся, к кому мы обращаемся? К Богу, чтобы получить от кого? От Бога. А здесь Бог говорит, эти люди, которые тоже молятся, уже получили свою награду. И эта награда не от Него. Это награда от того, что люди другие сказали, какой молодец. И на этом все. Они свою награду от Бога не получают. То есть, можно сказать, буквально, они не достигают самой цели молитвы. Сам смысл молитвы потерялся у них. И вот об этом я хочу сегодня сказать вам, друзья. В этом весь секрет. Именно по этой причине многие люди перестают молиться и унывают, потому что они не поняли три вот этих факта о молитве. Они не понимают их, просто не понимают. Они молитву переворачивают и крутят ее, как хотят, и они не могут понять, для чего. Знаете, кто когда-нибудь из вас разбирал там стиральную машину или телевизор? Есть такие потрясающие люди? А у кого из вас после того, как вы разобрали, оставались детальки? У вас бывало такое? Много было. Знаете, у меня тоже иногда оставались детальки. Почему они оставались? Сразу оговорюсь. Потому что по мере сборки я не понимал, куда ее засунуть. А знаете еще, как бывает, Андрей, наверное, меня поймет, когда машину ты собираешь, да? И потом ты понимаешь, что ты ее собрал, а деталь остается. Где она, шо, как? А потом какой-то там Жора из гаража говорит, слушай, я там тебе детальку лишнюю принес. А ты уже четыре раза разобрал и собрал ее опять. Что ты думаешь, куда эту детальку засунуть? Понимаете, точно так же я хочу вам сказать, друзья, большинство из нас, не понимая этого, в молитве у нас все время, мы демотивируемся, у нас лишние детальки. Мы молимся, молимся, а потом мы задаем себе вопрос, так а зачем я вообще молюсь? А зачем я молюсь? Будь здоров. Зачем я молюсь? Кто не знает, у нас в церкви с 14 февраля 2022 года начался молитвенный марафон. И он продолжается, знаете, да, об этом? Это эфир, это полчаса в день, я не знаю, кто-то из вас выбрал, себе не выбрал. Это ваше личное дело и ответственность с Богом. Вы сами себе решайте. Но мы молимся. Я знаю, и даже я слышал, кто-то говорит, так и сколько можно молиться, сколько можно молиться. Более того, я вообще-то думаю, что когда победа придет, в принципе не стоит переставать молиться. Можно поменять молитвенные пункты и стратегию. Да, но молиться не стоит переставать, правда же? А почему нет? Нужно продолжать молиться. Бог же не сказал, молитесь и закончилась победа. Аллилуйя, отпраздновали и закончили молитву. Он говорит, всегда должен молиться и никогда не унывать. Так вот, что это за три факта о молитве, которые я бы хотел сегодня, чтобы мы с вами понимали? Первое, друзья, первый факт. Молитва – это наша жизнь с Богом. Если бы я задал вам вопрос, смотрите, если я задам вам вопрос, что вы подразумеваете, когда вы говорите о жизни с Богом? Что для вас есть жизнь с Богом? Для некоторых людей это служение. Для некоторых людей это приход в церковь. Для некоторых людей это как данность. Знаете, я христианин. Почему? Ну, я же христианин. Вот, вот, интересный вопрос, правда? Что для вас, друзья, то есть молитва – это наша жизнь с Богом. Смотрите, в те дни взошел он, это Иисус, взошел он на гору помолиться и что сделал? Пробыл всю ночь в молитве к Богу. Я знаю, я не призываю вас каждую ночь идти на гору какую-то и молиться, друзья. Комендантский час вас не пустят, не стоит. Но, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, для нас, для людей нормально днем трудиться, ночью спать. Правда? Смотрите, что мы видим здесь? Мы видим здесь отклонение, то есть отступление от правил. Мы видим, что Иисус меняет привычный ход жизни. Почему он меняет, друзья? Вопрос. Он меняет, потому что то, что он делал на этой горе, оказалось для него более важным, чем жизнь, которую обычно он проживает днем. Вы понимаете? Кто понимает, что если вы ночью не спали всю ночь, вы не очень продуктивны днем? Кто понимает это уже? Чем старше вы становитесь, тем больше вы это понимаете. Правда? Что ты днем вообще будешь непродуктивным уже. Но почему тогда Иисус отступает? То есть, то, что он делал ночью, оказывается, значит, для него важнее, чем то, что он делает днем. Давайте будем честными, друзья. Мы унываем порой в молитве и непостоянны, потому что для нас больше, более значимо то, что мы делаем днем. То есть, жизнь, которая днем, я условно сейчас делю на день и ночь. Вы поняли? Условно очень это деление. То есть, я имею в виду, что сама жизнь для нас, вот она и есть жизнь. Знаете, я все время хочу так, ну, у меня есть одно такое свойство. Я стараюсь так обтекаемо говорить, но я сегодня принял решение. Я буду говорить, вот, ну, знаете, не в бровь, а в глаз. Ну, пусть, может, кому-то из нас будет даже не совсем приятно, но я сегодня хочу сказать. Нужно, чтобы однажды мы с вами поняли. Наш сценарий утопический. Он не получится. То есть, он не получится от слова совсем. Я разговариваю со мной, я пастор, я общаюсь с многими из вас и с многими другими верующими. И я знаю, что 95, а то и 98 процентов верующих людей пишут с Богом, пытаются писать с Богом свой сценарий жизни. Они все время этим только и заняты. И они все время молитва, смотрите, их молитва крутится вокруг того, что у них не получается. Их молитва с Богом, повторяюсь еще раз, крутится в основном вокруг того, что не получается в их сценарии жизни, который они пытаются навязать Богу. Ну, давайте честно, ответьте сами себе. О чем вы молитесь, большинство людей? О том, что у нас не получилось. О том, что по нашему мнению, условно, в кавычках, Бог не доделал. Что у него не получилось еще? Что нужно ему доработать и где нужно доделать? Что-то по нашему сценарию. Это не так. Друзья, смысл молитвы заключается в том, что молитва – это наша жизнь с Богом. То есть буквально можно сказать, когда Иисус сказал там, вам должно всегда молиться. Что он хотел сказать? Он первый факт о молитве, он хотел сказать, что молитва – это и есть, это и есть ваша жизнь. Я задам вопрос, есть здесь жены сейчас? Это очень провокационный вопрос. Для вас, в первую очередь, для жен. Сейчас. Жены есть? Есть. Вопрос. Ваш муж одел кольцо себе на руку. Ну, вы одели ему кольцо. Вы одели ему кольцо на руку. Подождите. Подождите сейчас. Вы одели кольцо ему на руку. И у меня вопрос. Так что? Он же ваш муж или нет? В паспорте стоит печать раньше? Свидетельство о браке есть? Есть. Он ваш муж или нет? Тогда зачем вы от него просите, чтобы он пораньше приходил домой? Чтобы он проводил с вами время? Зачем вам это? Скажите. Что, что, что делать? Так, послушай. Вы же кольцо ему уже одели. Законно он ваш. Что вы еще хотите? А у меня возникает вопрос. Почему, когда мы стали верующими, друзья, мы перестаем молиться? Знаете почему? А потому что мы уже знаем. Мы кольцо Богу одели. Он нам кольцо одел на сердце. Печать поставил. Зачем общаться с ним? Знаете, в чем проблема? Мы не понимаем молитву, как и саму жизнь. Знаете, сколько молитв... Мы с женой женаты в этом году, будет 23 года. Но на самом деле, на самом деле, мы женаты. Мы вместе, вместе, послушайте, гораздо меньше. Знаете почему? Что является временем вместе? То время, которое вы провели, общаясь друг с другом. Правда? Вот почему мы хотим увеличить это время. Мы все время работаем над тем, чтобы это время увеличить. Правда? Наташа, звонишь? Валера, ты когда будешь? Звонишь? Почему? Потому что ты работаешь над тем, чтобы увеличить время общения вместе. Время пребывания вместе. Правда же? Друзья, точно так же Бог ревнует о том, чтобы увеличить время пребывания вместе с нами. И по факту, наша христианская жизнь, она равняется сумме. То есть, она есть суммой той жизни, которую мы проводим в общении с Богом. Так сколько вы верующие? Смотрите, еще раз. В те дни зашел он на гору помолиться, пробыл в молитве ночь к Богу. Почему он там пробыл? Потому что он хотел еще с ним общаться. Как вы думаете, такой человек, который вот так молится, он часто будет унывать? Нет. Но это только пока первый факт, друзья. Просто первый факт о молитве. Второй факт о молитве, который тоже, на мой взгляд, немаловажный. Второй факт звучит следующим образом. О, спасибо. Выключилось. Сейчас включится. Второй факт. Молитва – это твоя настоящая жизнь, но невидимая глазам человека. Это твоя настоящая жизнь, невидимая глазам других людей. Вы знаете, друзья, что мы по-настоящему, мы другие. Знаете, какой самый сюрреалистический, кошмарный и ужасный сценарий жизни, ну, история? Это если бы у каждого из нас вот здесь вот на голове был экранчик, на котором транслировались бы наши молитвы и тайные желания. Вы можете себе представить, насколько была бы ужасна эта жизнь? Представляете себе? Вы встречаетесь с подругой и говорите, о, привет, привет, как твои дела? Так рада тебя видеть. А на экранчике все по-настоящему. Вы понимаете, как это было бы? Ну, вы вообще понимаете? Это кошмар. Так вот, второй пункт. Молитва – это твоя жизнь, невидимая глазам человека. Смотрите, друзья. Что люди думали об Иисусе Христе? Помните, однажды их спросили, за кого люди почитают меня? Одни говорят, за Иоанна Крестителя. Другие говорят, за какого-то пророка. Третьи еще за кого-то. Четвертые еще за кого-то. Помните, Иисус говорит, а вы за кого почитаете меня? Почему? Вы никогда не задумывались? Ведь Иисус Христос был Сыном Божьим. Он был им, и Он остался им. И Он всегда им был, понимаете? Он был тем, кто Он есть. Он говорит, я есть тот, кто я есть. Я есть тот, кто я есть. Он не меняется. Тогда вопрос, почему люди, внимание, почему люди по-разному воспринимали Иисуса Христа? А ну-ка, ответьте мне. Они видели Его видимую жизнь, и они пытались как-то обозначить Его видимую жизнь. Они видят, что Он похож, Его действие чуть-чуть похоже на действие Иоанна Крестителя. Говорят, о, это, наверное, Он. Вы понимаете, нам свойственно это делать. Мы когда смотрим на человека, у нас даже есть такой принцип, встречают по одежке. Правда? Почему? Потому что мы видим одежду. Мы видим одежду. Я когда-то помню, однажды в церкви, давно-давно, я как-то сидел на служении. И там на служении рядышком сидела одна женщина такая, очень богатая. Я помню, сидим, а она мне говорит, Андрей, вот там через два сидения сидит человек. Кто он? Я говорю, ну, парень, там, зовут его Олег, говорит, он очень богатый человек. Я говорю, откуда вы знаете? Ну, честно, я сам не знал даже. Потом узнал, это правда. Она говорит, у него часы, которые стоят не меньше, там, и называют сумму. Я вообще оказываю, я не знал, что такое, оказывается, так можно определить человека. Ну, часы, вот часы. Как я определю, сколько они стоят? Да я вообще не знаю, сколько, ну, понимаете? Ты на самом деле не понимаешь этого. Кто, кто понимает сейчас, о чем я говорю, что не всегда вы видите? Не всегда вы видите. Иногда ты смотришь, думаешь, думаешь, боже мой, вот это бомж. А потом зайди на этот самый, зайди в интернет, посмотри, сколько стоят его туфли. Вот вы посмотрите последнюю коллекцию баленсиаги. Да. А тот человек, оказывается, вообще не бомж. Оказывается, одни его очень ужасно выглядящие сапоги, оказывается, они стоят больше, чем вся твоя квартира и машина вместе взятые. Понимаете? Что люди видят? Смотрите, люди, друзья, они видят видимую часть нашей жизни. Но Бог рассматривает и видит какую часть нашей жизни? Невидимую. Смотрите, ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою. Что это означает? Оставь за своей дверью все свои видимые регалии, потому что Богу они безразличны. И дальше он говорит, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий. Тайная. Друзья, молитва – это твоя жизнь, невидимая глазам других людей. Почему многие люди пренебрегают молитвой? Почему многие люди пренебрегают молитвой? Ну, скажите ответ на этот вопрос. Вы же знаете его. Нет. Почему? Ну, вы же вчитали. Что? Потому что для нас важнее то, что люди видят, и из-за этого, что они будут о нас думать. Так, чье мнение для нас важнее, оказывается, людей? Вот почему некоторые люди молятся и потом унывают. Для нас молитва не есть проявление невидимого. Хотя молитва – это и есть проявление невидимого, в первую очередь. Мы видим, отец, видящий какое? Видимое или невидимое? То, что невидимое. То, что тайное. Он не видит. Никто этого не видит. Никто практически никогда не будет видеть, друзья, о том, что тайное. И иногда мы настолько к этому привыкаем, ну, что нам, знаете, кажется это не столь важным. Оно для нас, как бы, знаете, такое нет. Я помню одного человека, христианина, выбил из седла одной фразой. Я говорю, ты в курсе, что Иисус ходил в туалет и по-большому иногда? Он так смотрит на меня, что вы такое говорите? Я говорю, в смысле, что я такое говорю? Я тебе говорю то, что было. Ну, вы же понимаете, что это было или нет? Просто мы этого не видели, и нам проще считать, что этого что? Не существует. Так же и о молитве многие из нас. Потому что это невидимое, то, что происходит в молитве, оно невидимое. Для многих из нас оно не существует. Оно несущественное. Не существует, значит оно несущественное. Оно не имеет смысла. Поэтому мы теряем смысл в молитве. Третий, очень важный факт о молитве, который тоже хочу обратить ваше внимание. Евангелие от Матфея, 6 глава, 8 стих. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, что вы имеете нужду прежде прошения у Него. Прошение – это разновидность молитвы, правда? То есть прежде, чем вы обращаетесь в молитве к Богу, Бог уже знает. Молитва – это твое личное доверие к Богу. Вы знаете, почему некоторые люди, они не видят смысла молиться? У них нет потребности в молитве. Они Богу не доверяют. В этом нет смысла. Смысл молиться, если ты не доверяешь Богу, скажите. Я приучаю, одна из вещей, которым я приучаю нашего младшего сына, теперь старшего приучу, младшего. Когда у него что-то болит, две вещи, которые я делаю всегда. Первое – давай помолимся, второе – давай я потемаю. Ну, почему это важно? Я сейчас объясню. Первое – когда мы молимся, я ему говорю, я могу заклеить твою рану, я могу помазать ее йодом, я могу дать тебе таблетку, все. Но я хочу приучить его о том, чтобы он доверял свое здоровье кому? Богу. А почему я говорю, давай я потемную, чтобы он понимал, что для меня это тоже важно, что я не безразличен. Вы понимаете, как его боли? Все. Таблетка – это дальше уже, вы поняли? Это потом. Что нужно научиться? Нужно научиться доверять Богу. Вы замечали, как во время войны у некоторых людей, у них резко падает молитвенная жизнь. Вначале она возрастает, когда есть проблема, а потом резко падает. Почему, друзья? По той простой причине, потому что вначале они понимают, что мы ничего не контролируем, а потом они начинают, о, тут ЗСУ, там, знаете, ЗСУ. Это прекрасно. Мы верим, и мы понимаем, что Бог сражается их руками сегодня, правда? Поэтому мы молимся, мы поддерживаем, мы служим, мы участвуем и так далее. Но, друзья, не обманывайтесь, кто совершает победу? Коня готовят на день битвы. А ну-ка еще раз скажите. Победа от Господа, друзья. Кому ты доверяешь свою победу? Кому ты способен доверить свою победу? Кому ты доверяешь это? Вот в чем секрет. Три простых, еще раз говорю, три простых факта о молитве, которые являются причиной, почему мы не молимся в постоянстве, почему мы унываем, когда речь заходит о молитве. Просто проведите у себя ревизию в голове и в сердце. Три вещи. Первое, еще раз, молитва это и есть наша жизнь. С Богом раз. Второе, молитва это невидимая часть нашей жизни. И третье, молитва это выражение моего доверия Богу, правда? Три вещи. Я для себя просто проанализировал, почему я молюсь? Почему я молюсь? Почему я не прекращаю? Почему я не унываю? Вы думаете, что у меня не было? У меня тоже был момент. Я прекратил молиться какое-то время. Ну, не сейчас, я имею в виду, раньше, давно. У меня был момент. Потому что я тоже проходил свой кризис веры. Когда я все время думал, что молитва это слова, которые должны быть услышаны и отвечены всегда. Сразу причем. И чем раньше, тем лучше. И причем неизменно должно быть отвечено так, как я попросил. А еще знаете, о чем мы говорим? Я по слову твоему сказал. Ты же обещал. Вы понимаете, на самом деле это неправда. Я всегда думал, что молитва это инструмент, которым я разбираюсь с Богом. А на самом деле молитва имеет всего лишь три простых выражения. Первое. Молитва это смысл нашей жизни. Это суть нашей жизни с Богом. Мы по сути живем тогда, когда мы с ним общаемся. Вы понимаете? Когда мы с ним общаемся, мы живем. Когда мы прекращаем с ним общаться, мы уходим на работу. Нас рядом нету. Помните, жены, помните? Вы же хотите общаться как можно больше. Второй момент. Это невидимая часть нашей жизни. Кто из вас понимает? Я вот недавно засеял семена. И мы с женой периодически и с Артурчиком приходим и ждем. Когда же эти семена взойдут? Правда? Ну скажи. Они пока не сходят. Но кто из вас понимает, что процесс уже начался? Он невидимый, правда? Он под землей происходит. А я все ждут. Их нету. Каждый день прихожу. Когда нету? Когда нету? А их нету пока. Но процесс уже начался. Точно так же это невидимая часть нашей жизни с Богом. И третье, друзья. Молитва это выражение нашего доверия. Это такой, знаете, если хотите, индикатор проверить свое сердце. Насколько ты реально доверяешь ему. Насколько ты действительно доверяешь Богу. Еще одно хочу вместое из Писания прочитать вам. Евангелие от Луки. Вот вернуться. Евангелие от Луки 18.1. «Сказал же им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Я записал себе такое определение интересное. Молитва это не то, о чем мы должны знать или что мы должны уметь. Это то, чем нам должно жить. Чтобы наша жизнь с Богом была не искусственной, а по-настоящему настоящей. Знаете, что я обнаружил? У многих христиан, у них дух, их христианская жизнь, она искусственная. Она не настоящая. Она не настоящая. Она как игра. Я знаю, о чем я сейчас говорю. Я много раз видел таких людей. И вы видели, и возможно вы и сами таким были. У них жизнь не настоящая. Твоя молитва, она определяет настоящество и жизни с Богом. Можем ли мы рассказать другим людям о молитве? Можем. Знаете, да, всю эту прекраснейшую притчу? Не совсем Иисусову, но тем не менее. Знаете, один бизнес-тренер звонит другому и говорит, слушай, как заработать миллион? Говорит, я сейчас тебе расскажу. Говорит, а подожди, рассказать я и сам могу, как заработать. Понимаете, молитва, еще раз повторяю, это не то, что мы должны знать. Это не то, о чем мы должны говорить. Молитва, по сути, она и определяет то, как мы живем. Понимаете или нет? Ну, то есть, она по сути и определяет. Если ты без молитвы, то есть, если в твоей жизни нету этой молитвенной составляющей, у тебя проблема. У тебя проблема. Ну, и давайте я, наверное, отвечу на этот вопрос. Как же нам научиться, как же и нам научиться молиться и никогда не унывать? Я не буду сегодня долго проповедовать. Я думаю, что этой проповеди будет достаточно потом нам разбирать, еще пару месяцев идти. Как же все-таки молиться и нам, и никогда не унывать? Я хочу дать вам, друзья, четыре простые рекомендации. Четыре простые. Но начну с одного места из Писания. Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Колоссянам, 4, 2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Друзья, в этом небольшом, но очень простом стихе содержатся вот эти четыре рекомендации, которые, я думаю, что Бог нам дает сегодня для того, чтобы мы могли молиться в любых обстоятельствах и никогда не унывать. Что есть унывать? Унывать – это означает прекращать. Просто прекращать. Успокаиваться. Так, короче. Знаете, я заметил, что мы, в принципе, мы научились. Ну, хорошо, вот смотрите, друзья. У нас были перебои с электрикой. Кто из вас 3-4 года назад, если бы были такие длительные перебои с электрикой, бы уже звонил там 1551, там или еще куда-то, бы возмущались, говорили, как это так, я плачу за электрику. Возмущались бы? Возмущались. А кто из вас во время войны, а принял это уже такой, ну, окей, ну нет электрики, война. Знаете, что самое страшное? Не страшное, что нету. Страшно, когда закончится война, если такое продолжится. Вот это страшно. Смотрите, подняли тарифы практически в два раза. Как народ это принял? Нормально. А как? А как это принять? Война. Мы все это понимаем. Знаете, что это называется унывать? Это означает просто согласиться, успокоить, ну все. Так и многие люди. Они молятся, и они давно уже уныние. То есть у них молитва такая, знаете, молитва, ну, Господи, ну, как бы, и что? А что молиться тогда? Смысл. Так вот, друзья, четыре простых пункта. Первый пункт звучит следующим образом. Первый пункт звучит следующим образом. Молитва всегда должна начинаться в присутствии Божьем. Проблема, почему мы унываем, для нас молитва не равняется Божьей присутствии. Вот так объясню. То есть молитва для многих людей есть слова, есть обязанность, есть что-то еще, но она не ассоциируется с Божьим присутствием. Поэтому хочу вам сказать, прежде чем вы начинаете молиться о чем-то, у кого есть нужды из присутствующих в зале? Есть о чем молиться? Есть. Есть о чем говорить с Богом? Есть. Проблема в том, что мы начинаем зачастую нашу молитву без пребывания в Божьем присутствии. Поэтому начинай молитву с хвалы, с прославления, возвеличивания и поклонения Богу. Почему мы начинаем наше служение всегда с хвалы, друзья? Потому что проповедь без хвалы, это скучная, как бы я ни старался, как бы я ни пытался, как бы Бог ни пытался использовать мои какие-то там способности или дары к разговору, друзья. Это бессмысленный просто набор слов. Вы понимаете вообще или нет? Так же для большинства людей. Почему они унывают? Почему они прекращают молиться? Для них молитва, это я и называл его религиозное барбатание. Причем, вы замечали, что для некоторых людей молитва начинается с одних и тех же слов годами, десятилетиями. Она вообще одними словами похожими только и строится. Почему? Да потому что в ней нету осознания, осмысления. Прежде чем ты начинаешь молиться, в твоем сердце должно быть понимание, с кем ты разговариваешь. А это возможно только, когда ты переживаешь его присутствие. Понимаете или нет? Если твоя молитва, еще раз повторяюсь, она начинается не с хвалы, не с прославления, не с возвеличения Бога, эта молитва всегда будет скучной. Она всегда будет для тебя монотонной, унылой. Она всегда будет такой, что тебе она будет опять. Вот почему, например, я не знаю, кто-то когда-то меня в самом начале научил, он говорит, у тебя первые 10-15 минут должны начинаться словами, Господи, ты вели, Господи, ты могуществен, Господи, ты превознесен, нет подобного тебе, ты один, царь царей, верх вселенной. Я помню эти моменты, ты ходишь 10-15 минут, думаю, когда мы начнем молиться о моих нуждах? Ты ходишь, молишься, говоришь слова, говоришь, 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 когда я начну говорить о своих нуждах? Послушайте, пока ты не переживаешь его присутствие, если без переживания Божьего присутствия ты начинаешь молиться, это будет монотонное бормотание. Оно никуда не приводит в твое сердце, ты не соприкасаешься с Богом, понимаете, с Богом не соприкасаешься. Скажите мне, если ваша жена, Паша, если твоя жена будет готовить тебе завтрак, обед и ужин, классные блюда топовых ресторанов, но никогда не будет их ни солить, ни перчить вообще, вкусно будет? Она так и делает, да? Не, ну она ради твоей печени, успокойся. Ну вот представьте себе, блюдо внешне, вы поняли, внешне классное, а внутри безвкусное, ну безвкусное вообще, как тырса, как трава. Ну скажите, вы часто будете хотеть, ой, как я давно не ел твоего блюда, Ксюшенька, как я давно не ел твоего борща, который пресный, и ты что туда, что зелень кладешь, что буряк туда кладешь, что сырую картошку, оно одинаково безвкусное, понимаете? Ну скажите, вам долго будет хотеться такое блюдо есть? Нет. А Паша, да, все, я долго буду. А что делать, да? Она же одела мне кольцо. А на нем внутри QR-код, в котором сокрыты, и в случае потери приведите мальчика ко мне. Нет, друзья, нет, нет. На самом деле молитва должна начинаться с Божьего присутствия. Это вкус, это аромат, это, как вам сказать, это особенность, это уникальность молитвы. Молитва всегда должна сопровождаться вот с Божьим присутствием, начинаться с Божьего присутствия должна. Аминь? Аминь. Второй очень важный пункт, друзья, как нам молиться и никогда не унывать. Второе, Слово Божье. Второй рецепт, друзья, это, как ни странно, Слово Божье. Что это означает? Пусть Слово Божье станет пусковым механизмом твоей молитвы. Откровение Слова Божьего порождает глубину молитвы. Что это означает? Всегда, когда вы прославили Бога, начинаете читать Слово Божье. Пускай какое-то слово зацепит вас до самой глубины. В Библии написано, скажите мне, что проникает до разделения состава мозга и костей человека? Что? Слово Божье. Там даже не написано присутствие Божье. Там не написано молитва. Там что написано? Слово Божье. То есть, Слово Божье, которое проникает внутрь тебя, это Слово, оно порождает глубину. То есть, оно определяет, с какой глубины начинается молитва. А чем глубже в твоем сердце начинается твоя молитва, тем больше она становится эффективной и результативной. Вы понимаете? Сейчас мы поговорим о критерии эффективности и результативности молитвы. Отдельно об этом скажу пару слов. Но еще раз повторюсь, друзья, она должна начинаться всегда со Слова Божьего. Возможно, не обязательно нужно открывать Библию прямо и только читать. Иногда бывает, когда вы славите и хвалите Бога. Вот, например, сегодня яркий пример. Хвала и поклонение было, да? А потом пророчески Бог напоминает тебе место из Писания у Елисея. Он напоминает тебе это Слово. И вы понимаете, что это Слово проникает. Вот, оно проникает. Только Слово Божье имеет свойство проникать внутрь человека. Скажите мне, пожалуйста, когда у вас болят легкие, какая-то проблема, или у вас болят внутренние органы, или кости болят, вы куда идете? На рентген, к врачу, правильно? Почему на рентген? Почему вы не идете в фотоателье и говорите, сделайте мне фотографию грудной клетки? Да потому что только рентген имеет свойство проникать внутрь плоти. Правда? А обычная фотография, что она фиксирует? Только наружность. Точно так же, только Слово Божье способно проникать. Друзья, даже, еще раз повторю, даже не присутствие Божье, даже не Дух Святой, а Слово Божье, оно имеет свойство. Что делает Слово Божье? Оно всковыривает нас изнутри, вы понимаете? Оно ковыряет внутренность человека, оно заковыривает. Знаете, как определить, что человек скоро отпадет от Бога? Первое, что происходит с ним, знаете что? Он перестает читать Слово Божье. Человек, который перестает пребывать в Слове Божьем, следующее, что с ним произойдет, знаете что? Начало отпадения. Найдите человека, любого человека, спросите, который отпал от Бога, скажите, что он первое перестал делать? Первое, он перестал славить Бога, и он перестал читать Слово. То есть его жизнь, он молится. Вы удивитесь, но есть много грешников, которые молятся. Кто знает грешников, которые молятся, к Богу обращаются? Так же грешники молятся. Но они не читают Слово, они не переживают его присутствие, друзья. Поэтому их молитва, она ситуативная. Она активная только в те моменты, когда самые сложные периоды жизни. Вот почему, когда ты им говоришь, должно всегда молиться, он говорит, а зачем? Ну зачем? Скажите мне, когда мы чаще всего молимся, люди? Когда у нас есть проблемы. Когда у нас все хорошо, мы наслаждаемся жизнью. А почему мы не можем всегда? Почему мы унываем? Почему мы прекращаем? Еще раз, без присутствия Божьего, без Слова Божьего, молитва бессмысленна. Она не несет, как бы объяснил, она не, ее природы нету в нас тогда. Третий пункт, друзья, третий пункт. Вера. Молитва без веры, это неразборчивое бормотание с Богом на религиозные темы. Если у тебя нет веры, что такое вера? Кто-то думает, вера это получать от Бога все благословения. Нет. Это называется жадность. Помните эту тоже притчу? Доктор, дайте мне таблеток о жадности. Да побольше, побольше. Получать благословение, это не вера вопрос, друзья. Вообще-то благословение Бог дал уже в своем слове. Что такое вера? Вера начинается с доверия и в самой молитве перерастает в осмысленную личную веру. Я для себя записал. Что это означает? Это означает, что я позволяю, ну неправильно сказать, я имею свойство, я могу сохранять Бога или идти рядом с Ним, не отходить от Него, проходя самые сложные моменты жизни. Вера это не о том, что я получаю от Бога, а вера это о том, что я не отхожу от Него в самые сложные периоды жизни. Вот для чего нужна вера. У кого у вас в семье бывают иногда такие моменты, ну скажем так, конфликтные? Бывают? Бывают. Знаете, для чего нужна вера? Что такое вера в семье? Даже несмотря на то, что сейчас, если ты посмотришь реальными глазами, вот глазами физическими посмотришь, ты скажешь, все плохо, что дает тебе вера? Она говорит, ну может быть лучше, и ты продолжаешь идти. Иногда мы идем верой, вы знаете об этом? И это нормально. Вера это не означает, я верю, верю, значит у меня сейчас все станет хорошо. Может мне не станет хорошо сейчас, но ты верой идешь, ты верой не отходишь от этого человека, правда же? Точно так же вера, друзья, это не отходить от Бога. Вера это не терять его из виду. Вера это, проходя долиной смерти, вместе с ним открывать источники. Если вы попробуете, проходя долиной смерти, своими собственными силами открыть источники, знаете, что у вас произойдет? Либо грыжа пупочная будет, либо междисковая грыжа. Потому что ты не можешь открыть источники своей силой. Это невозможно. Просто этого невозможно, поэтому необходима вера. Давайте откроем место из Писания одно. Евангелие от Марка 11.23. Евангелие от Марка 11.23. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вверх не с моря». О, мы все знаем это место из Писания. Это о том, чтобы двигать горы. Нет. Этот стих не о том, чтобы двигать горы. А знаете о чем? Забудьте о горе сейчас на время, прочитайте дальше. «И не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его». Скажите, пожалуйста, поверит это во время молитвы, после молитвы или до начала молитвы, исходя из этого стиха? Ну, начинаться должно когда? До молитвы. То есть, оказывается, еще до того, как я молюсь, у меня в сердце должна быть вера. Да, она вначале до веры. Что такое доверие? До веры. Вы понимаете? То есть, я располагаю свое сердце, что я смогу получить ответ. То есть, я надеюсь, я имею надежду. Откуда берется эта надежда? От осознания его присутствия, переживания его присутствия. И от откровения Слова Божьего у меня рождается доверие. И потом, можно вернуть третий пункт? Постепенно это доверие, смотрите, перерастает в самой молитве в осмысленную личную веру. У тебя появляется вера. И вера имеет гораздо большее мотивирующее действие на человека, нежели полученный ответ иногда сам. Например, смотрите, вы приходите к какому-то... Все знают, что такое у нас кумовство и решалово? Все знают, правильно? Смотрите, вы приходите к человеку и вы говорите, «Слушай, Иван Иванович, у меня такая проблема». Он говорит, «Какая твоя проблема?» Во-первых, вы идете к нему, потому что вы знаете, что он может решить. Правда или нет? Если вы знаете, что он не может ее решить, вы будете к нему обращаться или нет? Смысл? Ну, какой смысл? Он не может этого решить. То есть, вы уже доверяете ему. Вы приходите и говорите, «Иван Иванович, у меня проблема, можешь решить?» Он говорит, «Какая?» Вы ему рассказываете проблему, он говорит, «Та, вообще не проблема». И тут же на сердце становится легче. Почему? Все, вопрос решен. Все, решилось. И вы уходите, вы такой окрыленный, вы ходите. У вас у всех проблемы у меня нормально. Я уже решил. Иван Иванович сказал, что проблемы нету. И вы ходите. Что в этот момент у вас есть? У вас есть вера его словам, правда? Вы спокойны, вы окрылены, вы восторжены в этот момент. Потом, правда, приходит момент, проходит две недели, и вдруг вы читаете, что Ивана Ивановича арестовали в очередной раз за то, что он взял взятку еще у ста человек, таких же, как вы. И вдруг ваша вера рассыпается. Почему? Потому что эта вера была основана на песке. А Бог хочет, чтобы вера была основана на камне, на твердом основании. Что является твердым основанием? Слово Божье. Вот почему второй пункт. Основанием молитвы является Слово. Вы берете, и на этом основании вы строите, вы живете. И тогда даже если весь мир сказал нет, но Бог сказал да, у тебя есть вера. Но все начинается с чего? С доверия. А иначе, друзья, молитва без веры, это же я говорю, Господи, спасибо Тебе, что Ты способен решать многие проблемы. Господи, спасибо Тебе. И знаете, цитирование мест в Писании. Господи, небо и земля придет, но Слово Твое не придет, Господи. Да. Только ты сам в это веришь вообще или нет? Ты сам в это веришь или нет? Иначе это бессмысленное религиозное бормотание. Но молитва, друзья, которая действительно никогда не унывает, она начинается, вы понимаете, она, точнее, она начинается с доверия и перерастает в веру. И четвертый пункт, последний, как молиться и никогда не унывать, друзья, это благодарение. Смотрите, благо-дарение. Ой, Боже мой, как мы любим, чтобы Бог был благодарен нам, правда? Мы вообще-то об этом и молимся все время. Господи, будь благодарным мне, подари мне благо. Ну мы же об этом молимся или не об этом? Ну, видите, как наш религиозный мозг сейчас просто его заклинивает, он так не работает. О чем мы молимся? Кто из вас молится о том, чтобы у Бога получилось, чтобы весь мир спасся? Нет, мы молимся о том, чтобы он нам что-то дал, чтобы он подарил нам благо. То есть мы хотим, чтобы он был благодарным. Благодарный наш Бог или нет? Я как раз пытаюсь распутать, потому что сейчас у вас он скрижещет. Ну давайте честно, ну я не знаю, мы же договорились говорить сегодня откровенно. О чем большинство молит верующих людей? Вас просто, вы понимаете, сейчас вас из друзей вычеркнули куча людей. Они-то думали, что вы все время молитесь о них. Вы же для этого лидер молитвенного служения, чтобы за них молиться, за их проблемы. Нет, за их проблемы, какое спасение вообще, зачем оно надо? А то это решение проблем надо молиться, оказывается, было. Потому что мы так настроены, вы понимаете? Что такое благодарение, друзья? Благодарение равняется действия. Дарить благо это действие. Кто-нибудь может сказать на это аминь? Благодарить это действовать. Действовать. Если молитва не приводит тебя и твою жизнь к действию, то она была лишь эмоциональным выплеском твоей души. Знаете, иногда девушке бывает такое, хочется кому-то выплакаться. Выплакалась ты и... А что изменилось? Ну, просто легче на душе. А обстоятельства, что ли, поменялись? Нет. Ничего не поменялось. Смотрите. Благодарение еще раз. Если молитва не приводит твою жизнь к действию, она была лишь эмоциональным выплеском твоей души. Молитва должна приводить нас к глубинным решениям в направлении молитвенных откровений. То есть буквально она, то, что Бог тебе вначале дал слово, молитва должна произвести в тебе действие. То есть она должна тебя направить. Она тебя должна направить. Молитва в Божьем присутствии дарит благо. И в результате молитвы нам нужно научиться дарить благо своего сердца другим людям. Если молитва была настоящей, знаете, что будет потом? Ты хочешь после этого действовать. Ты хочешь после этого действовать. Тебе хочется творить. Тебе хочется делать. Тебе хочется двигаться. И тогда ты никогда не будешь унывать. Но если этого не происходило, знаете, что будет? Я помню одного человека. Я говорю, так а какой смысл молиться? Какой смысл молиться? Я говорю, в смысле какой смысл молиться? Он говорит, ну смотри, я молюсь, а результата никакого нет. Я говорю, а какого результата ты хотел? А я хотел, чтобы Бог сделал то, о чем я его просил. И поэтому человек унывает. Вы знаете, я записал в конце проповеди, заканчивая, записал себе такой пункт. Вы удивитесь, но чаще всего эти молитвенные откровения будут и должны касаться не обстоятельств в вашей жизни, а вас самих. Молитва, оказывается, друзья, это инструмент не для того, чтобы поменять обстоятельства, а молитва это инструмент, который использовать будет Бог для того, чтобы изменить нас. Давайте я прочитаю вам еще одно место из Писания и будем заканчивать. Евангелие от Луки 6.45. Смотрите внимательно, друзья. Добрый человек выносит из доброго сокровища сердца своего, выносит что? Доброе. Вот что делает молитва. Она делает сокровище твоего сердца добрым, чтобы ты оттуда выносил доброе. Как определить, что у человека есть действительно молитвенная жизнь? Он выносит, начиная, доброе оттуда. Послушайте, я сейчас не хочу, знаете, я не хочу и не занимаюсь сразу, хочу вам сказать, нравоучениями. Знаете, я такой классный, а вы такие плохие. Нет. Друзья, это проповедь сегодня ко мне. Сегодня это проповедь ко мне. Она в моем сердце в том числе. Чтобы мое сердце имело доброе сокровище, чтобы я ее выносил. А злой человек из злого сокровища сердца своего, что выносит? Злое. Ибо, внимание, от избытка сердца молитва это что? Это говорение наших уст. И если, друзья, не происходит изменения нашего сердца во время молитвы, мы будем унывать. И нам будет переставать хотеть молиться. А теперь откровенный вопрос. Знаете, откровенность за откровенность. Я с вами откровенный, теперь вы будете откровенны. А кто из вас испытывал это состояние, когда тебе не хочется молиться, потому что твое сердце находится в унынии? Переживал кто-нибудь это? Друзья, это не что-то с вами не так. Это возможность сегодня, это проповедь, возможность пересмотреть, перенастроить эту опцию своей жизни с Богом. В том числе молитву. Два месяца мы говорили о хвале и поклонении, правда? И кто-то из вас, я верю, кто-то из вас перенастроил свое отношение к хвале и поклонению. Я в это верю. Но сегодня, эти два месяца, я бы хотел, чтобы также мы перенастроили опцию нашей жизни, которая называется молитва. Чтобы наша молитва, друзья, она никогда не была унынием. Кто из вас, я знаю, что у нас есть, Лена проводит, я знаю, что у нас есть молитва за мужей. Есть кто-нибудь, кто участвует в этой молитве? Я бы хотел, наверное, чтобы все жены участвовали в этой молитве, потому что это неплохо, когда за нас молятся. Ну, почему? Это очень даже неплохо. Но знаете, я вам хочу сказать, я знаю, почему иногда некоторые жены могут начать молиться, это тебе, Лена, подсказка. Начать молиться, а потом перестают молиться. Знаешь чего? Они столько молятся за своего мужа, а он все равно. Господи, ну откуда у тебя столько самооценки, пастер Ваня? Это Аня просто рядом не сидит, ты почувствовал свободу. Аня сзади села сегодня. Она все слышит там сзади, я ее вижу. Так вот, друзья, почему иногда жены перестают молиться? А потому что, как же толку, я молюсь, а результаты нет. А какой результат вы ожидаете? Вы знаете, какой результат будет молитвы жены о своем муже? Вот почему нет у нас молитвы мужей за жен, слышали? Вы поняли, почему у нас нет в церкви пока молитвы мужей за своих жен? Они мудрые, они что-то знают, они что-то вычислили, они поняли, что не-не-не, если я начну молиться, Бог будет работать с моим сердцем, меня менять, то не, лучше нет. Пусть она молится. Да, я вот чувствую, пастор Виталий будет брать бремя за эту молитву вскоре. И к нему присоединится пастор Ваня, и к нему все братья присоединятся, особенно те, которые пока еще не женаты, тоже присоединятся. Пастор Света, посодействуйте. Все, завтра будет. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Видите, как легко мы в духе, друзья, начинаем молитвенное направление новое. Это, конечно, все шутка, весело, друзья, потому что, ну, вопрос-то, тема серьезная, кто понимает это? Тема очень серьезная. Поэтому еще раз хочу сказать, друзья, давайте мы действительно по-настоящему глубоко заглянем в свое сердце. Еще раз прочитаю то место из Писания, с которого мы начали. Евангелие от Луки, Евангелие от Луки, 16 глава, 18 глава, простите, первый стих. Евангелие от Луки сказал им притчу о том, что должно, должно, друзья, должно, это означает, так должно быть. Должно всегда молиться и никогда не унывать. Возможно, сегодня вы как раз проходите тот период или какой-то момент, когда вы унываете. У вас есть какое-то уныние. Я хочу вам сказать, друзья, это не потому, что что-то не так с вашей молитвой, что-то не так с Богом, что-то не так с людьми, что-то не так с церковью, что-то не так с пастором. Нет, не так. У учеников Христа он самый лучший пастор был, вы понимаете? И у него тоже было такое. Он почему их учил? Вы думаете, что он их учил просто так? Я уверен, что однажды утром... Что мы с вами разговариваем? Скажите мне, в Гефсиманском саду, в чем претензия Христа была к его ученикам? Он говорит, ребята, вы что? Я тут молюсь в смертный час, а вы пошли спать. Вы что, не понимаете, что сейчас решается судьба человечества? Они тоже унывали иногда в молитве, вы понимаете? Это нормально, проходить этот период. Но сегодня Бог хочет, чтобы мы научились с вами, как этот период проходить и побеждать в нем. Аминь. Давайте каждый мы сегодня склоним голову, мы будем сейчас молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы сегодня благодарны Тебе за то, что Ты рядом с нами. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже, что Ты не оставлял, что Ты не покидал нас. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня Ты говорил нам слова Твоей истины. Ты говорил нам слова Твоей любви, Боже. Спасибо Тебе, драгоценный, драгоценный, дорогой, любимый Иисус. Спасибо Тебе, что Ты не оставил нас, что сегодня Ты говоришь слова, Господь, и говорил слова, которые ободрят нас в молитве, в жизни молитвы во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, пускай сегодня каждый, действительно каждый по-настоящему слова эти примет для себя, оденет на свою жизнь и начнет действовать сообразно им во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.